Условия некоторой логической закупочности столовики на примере того, и с нами нет бесконечно зрения. Ну, вот, скажем, формулы, которые позволяют без отрицания через квантов. Невежь для всех х аут х. Это эквивалентно существует х, что не аут х. Тут опять две репликации. Одна из них такая, в эту сторону. Вот эта ладонь с левым направлением. Не для всех х аут х влечет, существует х не аут х. Главное, индивидуационистки не верна. Ну, мы возьмем частный случай, когда а это просто в виде корней, а от х, потому что в п от х, где в это претикатные силы, и все х корот х влечет, существует х не корот х. Ну, тут модель такую можно сделать. Возьмем два момента. Сегодня и завтра. Предметная область такая. Сегодня один объект будет построен. Завтра будет два объекта. Еще один объект. Обнаруженный и построенный. И завтра будет доказано, что объект А обладает сверху П. Ну, давайте посмотрим. Вот, я сейчас отопределюсь, что момент А это формула не истинна. А именно, истинна посылка не для всех х влечет. А заключение не истинна не влечет. Ну, проще вторым. Что момент А не существует х не корот х. Существует х не корот х означает, что момент А есть объект, для которого истинна не корот х. Ну, там объект всего один, момент А. Поэтому существование означало то, что момент А истинна не корот х. Правильно? Не корот х. Не корот х. Ну, не корот х. А не истинна, момент А. Почему? Потому что х влечет А западе не доказано. То есть не корот х, а не истинна. Если так, что момент А не истинна не корот х, значит, и других объектов нет. Значит, не существует объект, обладающий свойством П. С другой стороны, не для всех х влечет х истинна. Это к тому, что для всех х влечет х никогда не есть. Потому что сегодня не истинна то, что момент А и пропад вообще ничего не известно. А завтра объект П появился, но там объект П появился, про который еще ничего не доказано. Ну, значит, получается, что это тоже по сути. Есть у нас интеллектоническая семантика для многих критикаторов. Приклассическая, обычная. Некоторые законы классические логики предиката, они не вернут. Теперь по поводу соотношения. Вот, также, классической логики и интуиционистской. Следующий логик высказывает, потому что вопрос церемогревента. Если, например, перед любым законом классической логики поставить двойное отрицание, вот этот закон интуиционистской логики. В случае логики предиката это неверно. Вот пример. Вот только, как вы сказали, двойное отрицание, как это переносит нас из классической логики динтуициониста. В случае логики предиката это неверно. Вот пример. Какая формула? Не может ли быть, что это не будет x, а x или нет. Ну, всем понятно, что это закон классической логики. Какой бы мы не взяли множественную, видите, как p, но вот это и истинно правильно. Ну, x, p от x или нет, p. Ну, это официальная классическая логика. Ничего себе. Показать. Ну, и... Если бы был аналог сегодня Мудлевенко, то это как бы получалось бы, что закон интуиционистской логики. Но это не так. Построим модель к липке, в которой эта формула опровергается, то есть она неистинна. Модель такая. Зачем такое шкала-множку? Шкала... Это состоит из натуральных чисел. Ну, не часть нуля. Ну, два. Ну, один, два, три и так далее. В естественном порядке. То есть k это n, квот, а порядок это обычный порядок. В меньшей равной. Обычный порядок. Это шкала. Бесконечное будущее. Придметная область. Очень простая. Момент 0, но предмет 0 стоит из числа 0. Момент 1 стоит из числа 0. Момент 1 стоит из числа 0. Момент 2 стоит из числа 0. Момент 2 стоит из числа 0. И что и не превосходит f. Понятно. Ничего не было. Теперь надо задать предикат p, где он истинный. Для каких элементов предметной области он есть? Очень просто. Момент m истинно p от p. И это, соответственно, число, не превосходящее n. Понимаете, да? Тогда, и тот, и тогда. И когда i строго меньше, чем n. Мы не смывали. То есть идёт время. Первый, второй, третий моменты. Объекты создаются. Число 0, число 1, число 2. А предикат p немножко запаздывает. Значит, то, что 0 у нас в основном p будет установлен только завтра. Момент 1. А в момент 1. Правда. А в момент 0 ничего неизвестно. Понятно, да? То есть здесь будет доказано уже в этот вариант. Мы считаем, что сюда будущее будет уже истинное. Здесь будут парадики медицин и так далее. То есть, вот теперь давайте убедимся, убедимся, что в момент альфа не истинно вот эту форму, больной писанием. Мы будем расшифровывать сначала. Потом убедим что-то неверное. Что значит, что 0 истинно вот это вот? Немного 1. Немного 1. Немного х. В х. И никогда. Это значит, что в момент 0 и никогда в будущем, и никогда в будущем не будет истинно. Сама вот эта форма. В немного х. Немного х. Немного х. В немного х. И, т.к. И, д.к. Немного х. И в точке, х. И, никогда. В этом плане. В этих методах. Неистинное отрицание E означает, что найдется момент в будущем, когда отрицаемое будет истинно. То есть существует такой момент n, что в момент n будет истинно для всех x, про x и не про x. Понятно, да? Но это означает, что момент n не всегда в будущем, для любого элемента будет зависеть от н. Но в частности, что это означает? Это означает следующее, что для любого, там, это уже и, если нет, то это всегда n, будет в момент n будет истинно. В частности, это будет для n равного n, то есть что номер n истинно, это n или не про x. Но это, очевидно, неверно. Ну смотрите. Парад n неистинно, потому что в момент n, когда появилось впервые число n, про него ничего еще не известно. Поэтому по этому неистинно. Но не по этому тоже не истинно, потому что завтра в момент n плюс n уже парад n будет истинно. Поэтому ни то, ни другое не истинно. Значит, это неверно. И мы с вами, положив вот это, получили, что найдется этот момент n, когда вот это вот истинно, а это не может быть. Следовательно, эта формула, которая, по-моему, официальная классического закона, она, однако же, интуиционист и неверно. Теперь переходим... Вот там, я не буду рассказывать о том, что человек, индикатор, это сложно. Грубо говоря, так, что у вас есть и маленькая клиника такая для ноги индикаторов. Ну и, на самом деле, есть исчисления некоторые, которые вводим в той части все законы, которые у вас есть на любой модели клиники. Есть такое исчисление. Итак, вот это что я уже формулирую, как это вы видите, это то, что в конце идти такой, то, что называется конструктивный симпатик. В конце идти вот такой, то, что называется конструктивный симпатик. Спасибо.